Узнав о новом законе, Галамжан Асулбеков поспешил в ЦОН, чтобы оформить временную регистрацию. Сейчас Акзакал проживает не по месту прописки. По словам мужчины, чтобы получить заветную регистрацию, ему пришлось простоять в очереди больше часа. День, конечно, потрачен, но всё должно быть по закону. Сама процедура регистрации занимает не более 20 минут. После заявления МВД о том, что за отсутствие регистрации начнут скоро штрафовать, граждане по всей стране массово устремились в Центры обслуживания населения. Нарушение новых требований повлечет штраф для незарегистрированных жителей в размере 22 тысяч тенге, для хозяев жилья – 15 тысяч. Причем нововведение касается как владельцев квартир, так и арендодателей. Казахстанцы обязаны на время прописаться там, где планируют находиться более одного месяца, если гости до истечения этого срока не успеют оформить временную регистрацию, с 1 февраля текущего года им придется заплатить штраф. Если по какой-нибудь причине хозяин квартиры не имеет возможности присутствовать на данной операции, он может выписать нотариальную заверенную доверенность на проведение предусмотренных действий. Регистрация граждан проводится органами внутренних дел в Центрах обслуживания населения. Стоимость услуги составляет 227 тенге. Принятые нормы закона вызвали жаркие споры и в соцсетях. Их заполонили смешные картинки и размышления на очень важную для казахстанцев тему, связанную с регистрацией – как ходить в гости и как принимать гостей. По мнению многих версий официальных властей, о том, что введение обязательной временной регистрации поможет в борьбе с преступностью, выглядит неубедительно. Жители Шымкента могут пройти временную регистрацию в любом удобном для себя отделении ЦОНа. Также пересмотрен график работы центров обслуживания. Теперь они работают шесть дней в неделю с 8 утра до 8 вечера без перерывов на обед. По словам специалистов, такой режим продлится до тех пор, пока будет спрос на услуги временной регистрации от населения.